Ребёнка мы любим безусловно, не за что, а вот мужчину мы любим за что-то. Это сначала у нас розовые очки, когда идёт влюблённость, когда гормоны идут вверх, нам кажется, у нас такая любовь-морковь, это не любовь, это состояние рядом с мужчиной. Потом, когда эти гормоны идут на спад, розовые очки спадают, и мы уже мужчину не можем просто так любить, нам его надо любить за что-то, за то, что он проявляет какие-то мужские качества, он умеет содержать семью, он умеет брать ответственность в свои руки, он хороший отец, он хороший муж, то есть за какие-то качества мы его любим, и только так. А ребёнка мы любим безусловно, независимо от того, какой он будет хороший, плохой. Поэтому, девочки, говорить о том, что я люблю своего мужчину просто так, это не правда. А вас, Гена, мы любим за большой горбатый хер, да? Ха-ха-ха-ха. Ребята, всем здорово, Саныч, на связи. Ребята, я уверяю вас, не слушайте вот эту вот дичь, где-то дичь просто, это заливается в уши оленям, чтобы они пахали и не вылазили со своего ярма, ребята. Чем она будет больше и дальше сквертовать, вот от того, как ты её жарить будешь, она тебя будет любить и сама тебе будет обеспечивать, тебе и бабки тебе давать будут и всё остальное. Жарь её в своё удовольствие, так вот, чтобы она аж пищала, чтобы аж мизинцы на ногах проворачивались 8 раз, вот так вот, да? Ну, это в хорошем смысле, конечно же, да? Чтобы она сквертовала так, чтобы аж часы на стенке попало в них, и они упали нафиг, понимаешь? Вот тогда всё будет. А вот это вот этим Алёшкам, вот этим вот, да, вот это вот, порнокопытним вот этим, да? Им заливать можете всё, что угодно, за что-то, люби там, обеспечивай, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.